И, кстати, так прикольно, в начале первого сезона – ну, Брайан Квенсон совсем не крупный мужчина, не то, что я. Что-то я внезапно это окрупнел неожиданно для себя, а тут его прямо к середине второго сезона, видимо, посадили на какую-то адовую диету, чтобы он натурально в скелет не исхудался, он прямо очень сильно исхудал, это прямо видно. А ему так, актёра-то уже нормально за 50, как и персонажу, и там такое скоростное похудание сразу видно прямо тут же на всём обличье, выглядит очень нездоровым. Т.е. вот даже до такого люди не гнушаются пойти, когда персонажа формируют. Ну, это важно, да, как какой-нибудь Кристиан Бэйл в последнем этом, где он там власть какая-то, какая-то там чушь, я даже до середины досмотреть не смог, настолько унылая. Ну, тем не менее, отожрался, как свиномат катался, а после художественного фильма «Механик», где он там такой дрищ – молодец, но вредно для здоровья. Отосоваться я б смог. Особенно за деньги, блин. Или вот там Хоакин Феникс, он там вообще, по-моему, килограмм на 30. Ну, это ж не полезно. Мягко говоря, не полезно. Но на что не пойдёшь, а ради искуйства. Это да. И особенно за деньги. За деньги. Искуйство за деньги. Эти ходят нормально. Ну, там за ними доктор, наверное, следит специально обученный. Ну да. Такт, конечно, как Кристиан Бейл, который то жирный, то тощий, то жирный, то тощий, как там выдерживает печёнка-то и почки, вообще неясно. Крепок, да. Я думаю, это крепкая фармацевтическая поддержка, самостоятельно такое лучше. Не повторяйте такого дома ни в коем случае. Согласен.